Сегодня большой православный праздник, посвященный Деве Марии. Рождество Пресвятой Богородицы. С него начинается цикл религиозных праздников Нового Церковного Года. В храмах проходят торжественные богослужения. Рождество Твоей Богородицы, Девы, возвести радость всей вселения. Из Тебя, Боже, сия солнце, правды Христос, Бог наш, и не спасла мирове благословение. Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день празднуют рождение на свет Девы Марии, земной матери Иисуса Христа, защитницы всех людей. Согласно Евангелию, Мария родилась у праведной пары, которые были бездетными до преклонного возраста и уже не надеялись на ребенка. Им явился ангел и возвестил о скором рождении дочери, которая принесет спасение человечеству. Рождество Пресвятой Богородицы – праздник с большим смыслом и великим значением. Богородица была избрана для служения всему миру. Не спасла благодать всей вселения. Это говорит о том, что благодать распространяется Рождество Богородицы не только на какой-то определенный народ, но на все народы. Рождество Богородицы – это память о том, что Господь, еще раз повторю, не лишает христиан возможности называться отцами и матерями, и не только называться, но носить это звание достойно на протяжении всей своей жизни. В этот день посещают богослужения в храмах и возносят молитвы Богородицы. Чествуют всех матерей, а обладательницы имени Марии отмечают православные именины. Бездетные женщины молятся о радости материнства. Беременные просят легких родов и крепкого здоровья ребенку. Земные радости и жизненные ценности. Семья и дети – основа веры. В храме немало бендерчан. У каждого свой путь к Богу. В этот день каждый человек может обрести поддержку и заступничество Богородицы, говорят прихожане. Вдовлетворение, как говорится, светло на душе. Все, у Матери Божией, здоровье, простить грехи наши. Она помолила за нас, Господа Иисусу, чтобы Он простил нам грехи и направил на путь. Здоровье, мира, благополучие в семье, детям хорошей учебы. Ну, за понимание самое главное. Вот это, я считаю, основа всей духовной жизни нашей и всего благополучия. У кого нет деторождения, она слышит, помогает. Есть святые, целый ряд их, которые тоже помогают в деторождении. Очень многие приходят к Богу и тем самым, я считаю, они обретают душевный покой, радость жизни, как сказать, уверенность и надежду, конечно, на Бога, самое главное. Продолжение годичного круга богослужений венчается предшествием этому празднику, который отмечается сегодня. Он тесно связан с мирской жизнью и природой, предшествует сбору урожая. Отсюда и другие его названия – «Малая Пречистая», «Осенины». Сегодня многие семьи соберутся за трапезой. Еще одна добрая традиция семьи – одного из устоев православной веры. Елена Леонтьева, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.